Вы смотрите информационную программу вместе в студии Эдуард Жемсаранов. Здравствуйте! Обо всех событиях республики расскажу вам я и мои коллеги. Начнем выпуск с главного за день. Второй день подряд в Бурятии происходят смертельные ДТП. Так сегодня утром в Тункинском районе иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль едва не разорвало на две части. У водителя и пассажира шансов выжить не было. Оба погибли на месте происшествия. Улан-Уденец нашел в своем гараже снаряд. Взрывной тайник находился в заколоченной смотровой яме. После обнаружения мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы. После осмотра саперами стало ясно, что найденный снаряд является учебным. Находку передали для дальнейшей утилизации. Блогера-миллионника поразил общественный туалет в Бурятии. Своими эмоциями она поделилась у себя в сетях. И вот просто вот знаете, и вот куча сверху лежит, что ты даже не можешь зайти, чтобы пописать. Туалет даже стал объектом шуточных споров. Если я выиграю, ты идешь и писаешь в этом туалете. Если нет, я то захожу на полчаса. Давай. Раз, два, держи, держи. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Сначала можно всегда. Сначала всегда. Арсений, как мой папа. Он не может, он не может же. А как думаете вы, сколько еще Бурятия будет удивлять туристов своими туалетами? Государственный цирк Бурятия вновь показал зрителям захватывающее и незабываемое представление о гармонии человека с самим собой. Это первый в России пластический цирковой спектакль. Что это за формат и в чем его уникальность? Смотрите далее. В конце прошлого года Государственный цирк Бурятии представил премьеру пластического циркового спектакля «Замуайф». Это настоящий эксперимент, в котором слились воедино танец, драматический театр, кино и цирковое искусство. Трюки здесь – это не просто эффектные приемы, но и средства повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей. Это что-то новое в цирковом искусстве. Таких спектаклей в России нет. Это непривычный для нас новый жанр. И я очень рада сегодня видеть не только детей, но и много взрослых зрителей, потому что этот спектакль о жизни. Слово «Зам» с Бурятского переводится как «Путь». Лайф – жизнь. В основе спектакля лежат четыре новеллы «Жизнь в сети», «Офис», «Дом» и «Город грехов», иллюстрирующие актуальные проблемы современного мира. Каждый номер – это история со своими героями и ситуациями, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. В этом спектакле у меня роль домохозяйки, роль страдающей женщины, страдающей от семейной абьюзерской жизни, которая пытается достучаться до своего супруга, но у нее это не получается, к сожалению. Это же ведь экспериментальный спектакль, поэтому для нас это было необычно, потому что артистам нужно было не только работать, скажем, трюк, а нужно было создавать образ, нужно было вживаться в роль. По задумке режиссера Олега Юмова, концепция спектакля представляет собой мистерию в одном действии, которая связана с одним персонажем – Дзеном, который собирает камни, ищет баланс и гармонию в жизни. От номеров захватывает дух, поражает пластика, артистичность выступающих и невероятно красивые костюмы. Артисты цирка на сцене молчат, голоса дикторов звучат в записи под музыку, авторские декорации, зеркальный пол, большие видеоэкраны, демонстрирующие яркие моменты – все это создает атмосферу сопричастности ко всему происходящему. Постановка пластического циркового спектакля реализовалась благодаря грантовой поддержке Министерства культуры России и Бурятии в сотрудничестве с компанией «Neo Music» на сумму более 6,5 миллионов рублей. Уникальный и совершенно новый жанр успел покорить не только зрителей из Бурятии, но и Хабаровского края. Мы получили очень много откликов, кто-то говорил, как будто бы мы побывали у психолога, так интересно, здорово. Ну, такая современная тема, современные проблемы поднимаются. Что есть наша жизнь, кто есть человек и для чего мы живем? Наверное, каждый из нас хоть раз задавался этими вопросами. Ответы на них вы найдете после просмотра спектакля «Замуайф». Анастасия Брянская, Нема Родная, в программе «Вместе» телеканал «Мир Байкау». Для вас мы готовим большой материал про парусную регату. Двое сотрудников холдинга «Нью Медиагрупп» проплыли всю северную часть Байкала за 10 дней. Там они познакомились с очень интересными людьми и даже с обитателями леса. Лиса появилась здесь весной. Сначала она пряталась под беседкой, но постепенно осмелела и теперь чувствует себя настоящей хозяйкой. Она здесь каждый день. Она выпрашивает еду с катеров, ворует, прям запрыгивает на катера. Ничего уже не боится, чуть ли не с рук уже ест. Своих лисят кормит, таскает. Змеи ловит. Расскажите, сильно ли, что она прям к вам залезла на катер и украла курицу? Не ко мне, а к соседям. Залезла, да? Залезла прямо со стола, курицу утащила. А людей не было на катере? Не, не было. То есть она как-то, а с людьми, она все-таки побаивается? Она побаивается, но бывает, что осваивается и вот так по трапу, по трапу, вот на катера и залазит. Сначала туристы ее пугались, но постепенно к ней привыкли и теперь подкармливают. Единственный минус леса – любитель что-нибудь украсть. И это не только съестное. В ход идут чужие сланцы, зажигалки, кепки. Инспекторы предупреждают, будьте осторожны. Леса – животное дикое. И может случайно вас покусать, прихватить ваши вещи и лишить всех съестных запасов. Надежда Христова, Нема, родная, специально для программы «Вместе. Мир. Байкал». На этом у меня все еще больше новостей мы с вами узнаем вместе в следующем выпуске. С вами был Эдуард Жамсаранов. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok